Всем привет! У микрофона Амортис и это обзоры мобильных игр от Mob.ua. Сегодня в программе прокачка сказочного королевства, бешеные трюки на авто, стрельба по медузам, оборона тропического острова от фашистов, расстрел зомби, ну и мрачненький такой квест. Поехали! Первая игра на сегодня Castleville Legends. Это от тех же авторов и из той же серии, что и Фармвиль. И в принципе это то же самое, только в сеттинге волшебного средневековья. То есть веселая ферма с драконами и рыцарями. Под твоим руководством находится город-королевство, окруженный всякими разными локациями. И эти земли нужно исследовать, развивать свой город, торговать. А есть всякие уникальные места, древние храмы и так далее. Там можно получать уникальные ништяки. В общем, если тебе нравится жанр, попробуй. Тут хотя бы слегка отошли от выращивания пшеницы и дойки коров. Вторая игра называется Stuntman Steve Stunt Racing. Она про каскадера, который на машине выполняет всякие там прыжки через горящие кольца и прочие трюки. Механика такая, вид сбоку, машина едет вперед по трассе. Дается время на разгон, после чего нужно преодолеть препятствия. Делать это надо точно, иначе можно перелететь, не долететь или перевернуться. Можно и вовсе подорваться на мини. Еще для улучшения результата надо собирать монеты. И чем точнее был выполнен тот или иной трюк, тем больше монет получится схватить. Вот так и едешь вперед до тех пор, пока не врежешься. Игра в меру динамичная, и поиграть в нее стоит. Abyss Attack – это название третьей игры. Сразу бросается в глаза яркая, сочная картинка. В принципе, это такой аркадный шутер, где герой игры, в нашем случае подводная лодка, находится снизу экрана и летит вперед, а сверху лезут толпы врагов. Но, как оказалось, даже в таком древнем жанре можно отличиться. Да, динамика здесь, конечно же, есть, но главным достоинством игры, несомненно, является все же графика. Фоны абсолютно психоделичны, а враги и вовсе то медузы, то сгустки плазмы, то и вообще что-то непонятное. Все это мигает, двигается и стреляет, и это реально красиво. Следующая игра Battle Islands – это классическая реал-тайм-стратегия. Настолько классическая и настолько реал-тайм, что в эпоху мобильных полуфабрикатов прямо удивительно встретить что-то такое. Как в каком-нибудь старом добром Старкрафте, ты отстраиваешь базу, строишь оборонительные пушки вокруг, в казармах клепаешь юнитов и отбиваешь атаки врагов. Все происходит во время Второй мировой, на каких-то тропических островах. Не вполне понятно, зачем такие баталии за мелкий островок с тремя пальмами, но у них там, видимо, какая-то своя атмосфера. Так что советую игру тем, кто соскучился по стратегиям в реальном времени. Ну а теперь давай постреляем по зомби. Death Shooter 3D – хорошая возможность это сделать. В игре есть несколько миссий с разными, так сказать, режимами игры и возможность прокачки оружия и покупки полезных предметов. Миссии разные. Иногда мы будем сидеть на крыше с винтовкой и отстреливать зомби, которые пытаются сломать какой-то объект. Иногда будем оказываться снизу, в непосредственной близости от живых мертвецов. А иногда нашими врагами и вовсе будут вполне себе живые люди. Игра довольно качественно сделана и, в принципе, стоит того, чтобы их хотя бы заценить. Ну и напоследок, Point and Click Quest – забытое путешествие. Как и положено любому порядочному квесту, в этом на первом месте не геймплей, а сюжет и атмосфера. Хотя и графика не подвела, этакий мрачный стимпанк. Начинается все с того, что главный герой обнаруживает, что все люди почему-то куда-то исчезли. Ну а дальше тапай по активным предметам, ищи штуки, чтобы взаимодействовать с другими штуками. Погружайся в атмосферу и исследуй этот довольно интересный мир. На сегодня это все. Если понравился обзор, подписывайся на канал, ставь лойсы и комментируй. С тобой были Николай Подгурский, Федор Амортис и обзоры от Mob.ua. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»!